МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Открытие учреждения образования, здравоохранения, спорта, создание новых общественных пространств, благоустройство, увековечивание памяти героев. Чем запомнится жителям Щелковского района 2018 год? Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «Говорим о главном» в студии Олеси Богданова. Весь год я и мои коллеги следили за главными событиями в районе. И сегодня мы расскажем о них. Начнем с событий, которые определяют дальнейший курс развития страны, области и района. В 2018 году прошли сразу два важнейших политических события. Выборы президента Российской Федерации и губернатора Московской области. Жители нашего района активно подключились к голосованию. В марте вся страна выбирала президента. В районе работали порядка 140 избирательных участков. Во всех поселениях отмечалась небывалая активность жителей. По оценке территориальной избирательной комиссии, выборы в нашем районе состоялись при рекордной явке. В голосовании приняли участие более 105 тысяч избирателей, или почти 64%. В целом, результаты голосования за кандидатов у нас схожи с общими по стране. Надо отметить, что особенностью выборов этого года стало упрощение голосования для тех жителей, кто не имел возможности проголосовать по месту прописки. Всего за несколько минут на сайте Госуслуг можно было прикрепиться к удобному для избирателя участку. Этой же возможностью воспользовались и жители Подмосковья в сентябре на выборах губернатора области. В Челковском районе 119 из 126 избирательных участков были оснащены КАИБами, электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней, призванных сделать процесс голосования более открытым и прозрачным. Как и на выборах президента, за порядком на участках следили члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители власти и общественности. Так, 2018 год стал определяющим на ближайшие годы. Жители решили, в какой стране, в каком регионе нам жить и строить будущее. На курс на развитие взят. И еще о политической жизни. В декабре 2018 года районный совет депутатов поддержал инициативу об объединении четырех городских и четырех сельских поселений района в городской округ Щелково. Зачем это необходимо и как отразиться на жителях? Сразу хочется отметить, что перемены коснутся только системы управления. Никаких изменений территориального деления, адресов, документов и прочего не будет. Города останутся городами, поселки – поселками. Городской округ – обозначение формы управления. Теперь главное, для чего? В первую очередь, преобразование в городской округ позволит создать единый стандарт системы управления. На сегодняшний день район состоит из восьми поселений, каждый из которых обладает разным набором полномочий. Зачастую для решения каких-то проблем жителям приходится ездить из отдаленных поселений в Щелково. В городском округе местные администрации будут преобразованы в территориальное управление администрации, где жители так же, как и сейчас, смогут получить полный набор услуг. Не менее значимая задача – оптимизация управленческого аппарата. Будет сокращено количество чиновников, выполняющих дублирующие функции, что положительно скажется на распределении бюджета. Депутаты решения об объединении приняли подавляющим большинством голосов. А 20 декабря закона про образование Щелковского района в городской округ Щелково приняла Московская областная дума. Предполагается, что новые органы местного самоуправления будут созданы уже в следующем году. Что из этого выйдет, узнаем уже в следующем году. Ну а теперь давайте вернемся к настоящему, а точнее к тому, как изменился Щелковский район в 2018-м. За последнее время в городе появляется все больше мест для прогулок, увлекательного и комфортного времяпрепровождения. 2018-й также подарил нам новые места притяжения. Какие? Давайте вспомним. Щелково меняется. Четвертый год реализуется губернаторская программа «Комфортная городская среда». Обустраиваются улицы, скверы, набережные, которые становятся любимым местом прогулок и отдыха жителей и гостей. 2018-й, пожалуй, оказался наиболее насыщенным в плане формирования зон общественного притяжения. Давняя и добрая традиция дарить городу на день рождения подарки. И в этом году таким подарком стал обновленный сквер Пушкина перед районным культурным комплексом. В достаточно сжатые сроки всего за три месяца он был полностью реконструирован. Здесь обновлено все, даже зеленые насаждения. Но по замыслу властей, организаторов, архитекторов, проектировщиков, изюминкой нового сквера станет уникальный для Щелкова плоскостной фонтан. Такого в городе действительно еще не было. Это уже третье по счету переформатирование сквера перед РДК. Вот таким он был в 60-е. Памятник поэту стоял здесь совсем другой. В 91-м его сменила работа известного скульптора Вячеслава Клыкова. Позже на площади соорудили первый в Щелкове фонтан. У нового времени совсем другая архитектура. А имя новому фонтану дружно выбирали жители в социальных сетях. И назвали вполне предсказуемо Пушкинским. Спасибо, что вы пришли сегодня, чтобы вместе порадоваться очередному этапу развития нашего города Щелкова. Мы предметно работаем над всей его инфраструктурой. Мы делаем все возможное, чтобы вы были рады этому. Потому что когда радуетесь вы, радуемся всем вместе. Друзья, давайте на счет три. Раз, два, три. Ура! Если по городу протекает река, этим надо пользоваться, считают специалисты градостроительной сферы. На берегах Клязьмы продолжилось формирование единого общественного пространства. Летом завершилось благоустройство набережной между Старым и Новым мостами на правом берегу. Двухуровневый променад полностью выполнен в камне. Набережная вымощена оригинальной клинкерной плиткой. Вертикальные поверхности также облицованы камнем. Продолжает правобережный прогулочный маршрут набережной вдоль улицы Шмидта. Она стала крупнейшим в Московской области плоскостным объектом общественного притяжения, построенным в 2018 году. Что касается набережной, это проект действительно масштабный. Он и в масштабах области очень мощный получается. Проект действительно очень важный, важный для жителей. Жители действительно долго ждали эту территорию, много обсуждений провели. Протяженность променада более 800 метров. Вариант архитектурно-планировочной концепции набережной выбрали жители в ходе народного голосования в марте. Примечательно, что этот объект был не реконструирован, а построен с нуля, на месте зарослей кустарника и свалок мусора. Строители выполнили огромный объем инженерных работ, переложили все коммуникации, в том числе коллектор, укрепили берег, убрали сотни больных и сухих деревьев. Основная идея нашей набережной как пространственной структуры, то есть не линейной такой, а именно пространственной, чтобы было ощущение наибольшего уюта, оно в принципе получилось изначально. Мы сохранили очень много деревьев, что естественно большой плюс. Мы сохранили ландшафт, мы сохранили буквально все то, что было ценно на этой территории. И просто архитектурой это подчеркнули. Прогулочная пешеходная зона на берегах Клязьмы и улицы Парковой практически замкнулась. Хотя ее дополнят запланированные на 2019 год благоустройство левого берега Клязьмы от парка Штефе до Старого моста и реконструкция улицы Пушкина. Вот так с каждым годом Щелково становится все современнее и в то же время уютнее. И в новогодние каникулы не упустите возможности прогуляться по новым площадкам. Настоящим событием 2018 года стало начало строительства моста через Клязьму на улице Фабричная. Объект для города крайне необходим. Он позволит разгрузить центральную магистраль города, Пролетарский проспект. Завершение строительства запланировано на 2019 год. Нового объекта ждут с нетерпением все жители района. Ну а пока давайте вспомним, какие работы по развитию дорожной инфраструктуры, благоустройству были проведены в 2018. В 2018 году прошла реконструкция сразу нескольких улиц города Комсомольска, Первосоветского переулка, а также участков Центральной, Талсинска и Пролетарского проспекта. Теперь они оборудованы в соответствии с программой «Доступная среда». Также в Щелкове выполнен ремонт тротуаров на улице Комарова, частично на Шмита и Пролетарском проспекте. В 2019-м муниципалитет продолжит приводить в порядок пространство для пешеходов. Во второй половине 2018-го на улицах города начали появляться новые автобусные остановки. Работа по замене старых ведется по всей Московской области. В результате все павильоны в регионе приведут к единому образцу. У нас первые остановочные пункты появились в Щелкове. Теперь дело за поселениями. В 2019-м установка будет продолжена. Более 50 дворов благоустроили в рамках региональной программы комплексного благоустройства. Детские спортивные площадки, места для парковки, скамейки, зоны отдыха, информационные щиты и новые системы освещения. Создан комфорт для каждого жителя. Продолжается реализация программы губернатора по ремонту подъездов в многоквартирных домах. Новый облик приобрели около 800 подъездов в разных поселениях района. Ну а лучшие стали победителями районного конкурса. Образцовым признан подъезд в доме номер 11А на улице Парковой. Вот так с каждым годом условия для жизни в Щелковском районе улучшаются. Положительные перемены нельзя не отметить и в сфере образования. В 2018 году было открыто сразу несколько детских садов. Они оснащены современным оборудованием и имеют все необходимое для всестороннего развития детей. Просторные группы, современные спортивные, музыкальные залы и даже компьютерный класс. Вот так торжественно встречал малышей детский сад номер 51 «Ивушка» на 80 мест в сельском поселении Гребневское в марте 2018 года. Этот сад сделан с особой любовью. Спасибо строителям, спасибо родителям, спасибо педагогам, спасибо всем, кто приехал сюда для того, чтобы принести радость детям. Я благодарна тем, что у нас такие ответственные застройщики, которые на детях не экономят, потому что дети – это наше будущее. Мне хочется, чтобы в этом детском саду всегда было тепло, вкусно, уютно и чтобы здесь всегда звучал детский смех. Вместе с новым микрорайоном застройщик компания «Гранд» построила и современный детский сад. Мы взяли на себя обязательно, безвозмездно еще, построить для жителей детский сад. Мы затратили порядка 140 миллионов на строительство этого детского сада, то есть безвозмездно. То есть мы подарили, за свой счет построили детский сад и его оборудовали полностью под ключ. Президент издал указ, чтобы дошкольники у нас все ходили в детский сад. Этому был каждый рад. Рады и родители микрорайона Чкаловский. Там в 2018 году после реконструкции открылся корпус детского сада номер 15 «Колокольчик». В течение двух месяцев продолжались работы по ремонту старого корпуса детсада. В итоге здание, построенное еще в середине 20 века, буквально преобразилось. Рассчитан корпус на 120 ребят. Здание было очень старым и очень нуждалось в ремонте, потому что здесь было вообще в том смысле, что и потолки бы провисали, и стены были уже, не пойму какие, полы проваливались. И не было отдельных моечных даже для посуды у нас. Сейчас реконструкция прошла то, что у нас сделали отдельное моечное в каждой группе. Туалеты расширились, убрали лишние стены. И тем самым мы выиграли даже два кабинета. Получается маленький мини-зал. У нас нет здесь зала музыкального, не спортивного. И комната для занятий. Это на первом этаже у нас. А в микрорайоне Гагаринский был открыт второй корпус детского садика «Малышок». Новое учреждение дошкольного образования рассчитано на 140 мест. Учреждение также полностью оснащено всем необходимым. Детский сад построен в рамках инвестиционного контракта с компанией «Векострой». Стоит отметить, строительство новых дошкольных учреждений – неотъемлемая часть развития социальной инфраструктуры. Возведению учреждений образования и общего и дошкольного в Щелковском районе уделяется самое пристальное внимание. Как во многом благодаря областной поддержке, до 2021 года в нашем районе планируется построить еще семь новых детских садов в разных микрорайонах города. Также до 2021 года в Щелковском районе будет построено девять новых школ. Образовательные учреждения появятся в микрорайонах Солнечный, Финский, Чкаловский, Жигалово, Воронок, Центральный, а также в деревне Медвежьи озера, поселках Новый городок и Клюквенный. Строительство семи школ будет вестись за счет бюджета в рамках программы губернатора. Еще две школы построят за счет частных инвестиций. А теперь давайте поговорим о здравоохранении. Важнейший для района объект открылся в конце 2018 года. Диализный центр на Пролетарском проспекте позволяет пациентам с почечной недостаточностью проводить жизненно необходимую процедуру рядом с домом. Раньше такой возможности у Щелковцев не было. В Щелкове в бизнес-центре «Капитал» открывается диализный центр – частное медицинское учреждение, которое будет оказывать государственную услугу своим пациентам, больным с почечной недостаточностью. Напомним, гемодиализ – процедура, позволяющая продлить жизнь пациентам, у которых отказали почки. При помощи аппарата «Искусственная почка» кровь очищается от токсинов и излишков жидкости. Без операции по пересадке органа процедуру гемодиализа необходимо проходить амбулаторно три раза в неделю. Надо сказать, она весьма дорогостоящая и проводится за счет государства. Тем не менее, в России обеспеченность диализом существенно отстает от европейских стран. Ситуация начала меняться с запуском на рынок медицинских услуг частных инвесторов. И только благодаря развитию государственного частного партнерства и участия в этом процессе ведущих производителей оборудования для диализов, ведущих специалистов из Европы, мы имеем возможность обеспечить, по крайней мере, в Московской области, всех нуждающихся больных. Центр «Нефромед» в Щелкове стал 42-м на территории Московской области. В ремонт и оснащение компания вложила более миллиона евро. Эти расходы не лягут на бюджет. Расходы будут компенсироваться за счет тарифа на гемодиализ, который для нашего центра, как и для других частных центров, ничем не отличается от муниципальных тарифов. Действительно, центр очень хороший, красивый, удобный. Телевизоры, раздевалки, комната приемной пищи. То есть все предусмотрено и все удобно. Я, например, очень этому рада, потому что я вообще близко живу, мне даже и транспорт, в принципе, не нужен. Надо сказать, в целом, в сфере здравоохранения в 2018 году намечена положительная тенденция. Щелковский район является одним из лидеров Подмосковья по привлечению медицинских специалистов. За год в муниципалитет было привлечено 14 участковых врачей-терапевтов и педиатров. Еще 18 специалистов были трудоустроены по федеральной программе «Земский доктор», главная задача которой – привлечение специалистов в сельские медучреждения. Во многом это стало возможно благодаря мерам социальной поддержки, например, предоставлению иногородним медикам квартир. Кроме этого, в Щелковском районе были продолжены капитальные ремонты учреждений здравоохранения, а также модернизации оборудования. 2018 для Щелковского района смело можно назвать годом открытия. Кроме учреждений социальной сферы, у нас появились и современные площадки для предпринимателей. Большим подспорьем для ведения малого и среднего бизнеса становятся каворкинг-центры. Что они из себя представляют и кому могут быть полезны. Когда начинаешь свой бизнес, совершенно необходимо пространство для новых идей, встреч, работы. Так в Щелковском районе в 2018 году открылось сразу два каворкинг-центра. Более полутора тысяч квадратных метров зданий Сбербанка на Комсомольской теперь занимает офисное пространство, которое могут орендовать начинающие предприниматели. Каворкинг-центр «Старт» – это небольшие двухместные офисы, довольно вместительные залы на шесть человек, пространство «Опенспейс». Рассчитан центр на работу около ста резидентов. К их услугам различные сервисы для бизнеса, бухгалтерская и юридическая поддержка, конечно, Wi-Fi и оргтехника. Достаточно комфортная инфраструктура. Проект по созданию таких центров по всей Московской области – результат сотрудничества Сбербанка и правительства региона. В Щелковском районе – это один из наших пилотов, связанных с сотрудничеством со Сбербанком. Это офис Сбербанка, который переехал, немного ужался на первый этаж, а второй этаж полностью отдал под каворкинг. Такая синергия, по нашему мнению, даст уникальный эффект для предпринимателя по возможности использования как места работы в каворкинге, так и услуг, которые Сбербанк предоставляет бизнесу, индивидуальным предпринимателям. Чтобы продуктивно работать, нужно вовремя отдыхать. Так, в новом каворкинг-центре для комфорта начинающих предпринимателей есть все необходимое, даже вот такая просторная комната отдыха. В бизнес-центре Слави открыт каворкинг-центр «Среда Спейс». Комфортная доступная площадка для предпринимателей. Всего центр способен вместить порядка 50 резидентов. Для них здесь подготовлено 20 мини-офисов. Также в центре расположены две комнаты для переговоров. Конференц-зал на 50 мест – комфортное пространство для отдыха. Есть и несколько оригинальных решений для работы. Мы понимаем, что у нас город немножко разделен на две части, новым мостом. Тот каворкинг-центр находится ближе к городу Фрейзена, на другой стороне города. Этот каворкинг-центр на этой стороне города. Здесь достаточно демократичные цены и очень хороший подход к начинающим предпринимателям. Создать бизнес с нуля – это титанический труд. Почти как вырастет дерево. Не так важно в начале этого непростого пути получить необходимую поддержку. Государственные и муниципальные услуги жителям становятся все доступнее. Несколько лет назад в Щелковском районе открылся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Еще несколько окон МФЦ начали работу в 2018 году в разных микрорайонах города и поселениях. Новые окна расширяют спектр оказания услуг. Кроме того, в 2018 году Щелковское МФЦ стал пилотной площадкой в рамках реализации областной программы «Доступная среда». Получить загранпаспорт, устроить ребенка в детский сад, оформить прописку, вопросы решить которые вот уже порядка трех лет помогает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Для жителей работа по принципу одного окна существенно упрощает жизнь, экономит время. В 2018 году пошли дальше. В июле в Щелковском МФЦ первыми в Московской области начали предоставлять услугу для людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Сервис «Сурдопереводчик онлайн» позволяет этой категории граждан получать полный спектр услуг, общаясь на привычном для них языке. Работает «Сурдопереводчик» удаленно, общаясь с клиентами по видеосвязи и переводит язык жестов оператору МФЦ. Тот, в свою очередь, помогает реализовать необходимую услугу. Пилотный проект был запущен в рамках Московской областной программы «Доступная среда». Она реализуется в Щелковском районе по многим направлениям, в первую очередь охватывая социально значимые учреждения. В целом мы достаточно плотно занимаемся развитием доступной среды на территории района. Это связано и с удобностью проходов помещения. Но в данном случае одним из первых МФЦ мы стали по включению услуги по «Сурдопереводу» для заявителей с ограниченными возможностями послуг. Расширение спектра услуг удалось достичь благодаря открытию дополнительного кабинета МФЦ в центральном офисе Щелковского отделения Банка Возрождения. Это, безусловно, дало возможность сделать услуги комплексными, в первую очередь для юридических лиц. Кроме того, теперь оформить необходимые документы, практически не выходя из офиса, можно и в каворкинг-центре «Старт». Здесь открыты четыре окна МФЦ, которые обслуживают как бизнесменов, так и жителей близлежащих жилых домов. А в территориальном офисе мегафункционального центра, открывшегося летом 2018 года в микрорайоне Чкаловский, помимо четырех окон МФЦ, мои документы, функционирует консультационный пункт Московского областного БТИ, предоставляющий услуги в сфере оборота недвижимости, а также окно Мособл ЕРЦ. Всего же в Щелковском районе во всех его поселениях открыто более 50 МФЦ, позволяющих сделать более доступным получение государственных муниципальных услуг. Их имена не будут забыты. Год назад в микрорайоне Чкаловский открылась аллея памяти. В 2018-м там продолжилось увековечивание памяти героев, причем как Советского Союза, так и России. Кроме этого, монументы легендарных людей появились и на других площадках. Нашу историю мы не забудем и будем рассказывать о великих подвигах подрастающему поколению. 2018 год ознаменовался появлением новых монументов в память о легендарных личностях, связанных с Щелковским районом. 12 апреля, в День космонавтики, на аллее Героев Чкаловском открыли бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Это наше теперь будет памятное место, куда мы будем ходить ежедневно. Вот я гуляю здесь, я все время делаю круг, а теперь Юра здесь, ну вообще как к нему в гости будут ходить. В мае на аэродроме Чкаловский на территории летно-испытательного центра рядом с истребителем-памятником МиГ-21 был открыт монумент Марине Попович, летчику-испытателю, установившей более ста мировых авиационных рекордов и ушедшей из жизни в ноябре прошлого года. Это дополнение к композиции, ушедшим из жизни летчиков-авиаторам. И она, основная идея, это не то, чтобы сохранить о ней память, а то, чтобы на ее памяти развивать дальнейшее патриотическое воспитание не только молодого поколения, воспитание патриотическое нужно всем поколениям. В июне-сентябре аллея Героев Чкаловском пополнилась бюстами двух героев России. Жители Щелковского района Андрея Савгиренко и Олега Ильина. В декабре 1999 года в Аргунском ущелье экипаж вертолета Ми-24 майора Савгиренко ценой своих жизней боевой машиной прикрыл два других вертолета, вызвав огонь на себя. В сентябре 2004 года подполковник спецгруппы ФСБ «Вымпел» Олег Ильин участвовал в освобождении заложников в Бесланской школе номер один. В начале операции он шел в авангарде группы спецназа и был смертельно ранен. Для меня отец является большим примером, он мой герой, я равняюсь на него, смотрю на поступки, которые он совершал и надеюсь, что буду также достоин нашей фамилии. В октябре, в день военного связиста, в 38-м гвардейском полку связи ВДВ в Новом городке был открыт бюст легендарного командующего войсками десантника номер один Василия Маргелова. Особенно знаменательно, что в этот день, в канун 110-летия моего бати, генерала армии Маргелова, на территории части открыт бюст-памятник, посвященный командующему ВДВ. А в преддверии Дня Героев Отечества, который в нашей стране отмечается 9 декабря, на Аллее Героев в Чкаловском открыли памятники первым женщинам, героям Советского Союза, летчицам Валентине Грязодубовой, Полине Осипенко и Марине Росковой, которые в сентябре 1938 года установили международный женский рекорд дальности полета. Открытие памятных монументов героическому женскому экипажу стало завершающим этапом установки бюстов героев, связанных с Ощелковской землей. В будущем году благоустройство Аллеи Героев продолжится. Прославляют наш район спортсмены. В 2018 году щелковцы показали высокие результаты в разных видах спорта. Дзюдо, мини-футболу, карате, лыжным гонкам и шахматам. Благодаря своему упорству и труду наши ребята добились успехов на первенствах и кубках европейского и мирового уровней. Приятно отметить, что свою спортивную карьеру все они начинали в нашем районе. И профессиональные успехи связывают именно с ним. Ведь у нас работают современные спортивные сооружения, с каждым годом которых становится все больше. Так в 2018 году современный ФОК открылся в сельском поселении Огудневское. Три тысячи квадратных метров пространства для занятий спортом. Открытие ФОКа в сельском поселении Огудневское. Долгожданное событие для юных спортсменов и тех, кто регулярно поддерживает здоровье вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Основное ядро – универсальный спортивный зал площадью 700 квадратных метров и трибуны на 300 болельщиков способны принять большие соревнования, в том числе областного уровня. Мы сейчас находимся в универсальном спортивном зале, который может принимать такие виды соревнований, как по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Также у нас есть тренажерный зал и зал единоборств и фитнес-зал. Базовый вид спорта – это футбол. Также развиваем лёгкую атлетику, гиревой спорт, по которому становились неоднократно чемпионами района. Строительство ФОКа велось по госпрограмме «Спорт Подмосковья», муниципальной программе «Спорт» в сельском поселении Огудневское и двум партийным программам «Единой России» – «Здоровое будущее» и «Детский спорт». Сегодняшний день для вашего поселения станет знаковой мехой в развитии спорта, в развитии активности населения, в организации активного образа жизни для всех абсолютно возрастов. Очень нравится, записался на бокс, хочу добиваться, достигать успехов. Всё. Ну, открываю для себя новые виды спорта. Я очень рад тому, что в нашем селе появился такой замечательный комплекс. Дети могут заниматься всеми видами спорта, которыми они хотят, потому что здесь действительно этого не хватало. Спасибо большое. У меня здесь сын, секция боксом занимается, только что выступал. Будут секции для развития спорта, занятия молодёжи. И это главное, это хорошо. Таким образом, в Щёлковском районе продолжают делать упор на создание условий для развития массового спорта. В ближайшее время в Щёлкове планируется построить два новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Один в центре города для занятий спортивной гимнастикой, второй для водных видов спорта в микрорайоне Щёлково-7. Ну и завершить нашу программу хочется также на позитивной ноте. По-настоящему зрелищным в 2018 году стало празднование дня города Щёлково и Щёлковского района. На этот раз центральным событием праздника стал 20-й юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Душёновские манёвры». Баталии реконструкторов развернулись прямо на городских улицах, собрав рекордное количество зрителей – более 50 тысяч. Давайте окунёмся в непередаваемую атмосферу. Такое не каждый день увидишь. Кавалеристы в мундирах, придворные дамы, а вместе с ними царская дружина и викинги дружно шагают по улицам города. На мгновение кажется, что время замерло, когда несколько эпох соединились в одну. И всё это – фестиваль военно-исторической реконструкции «Душёновские манёвры», который состоялся в день Щёлковского района и города Щёлково, став центральным событием праздника. В этом году фестиваль отметил круглую дату – 20 лет, а потому прошёл как никогда масштабно и впервые вышел за пределы села Душёнова, где проходил прежде. Так баталии реконструкторов развернулись прямо на городских улицах. 20-й юбилейный фестиваль «Душёновские манёвры» впервые проходит в Щёлкове. На этот раз в нём участвуют более 400 реконструкторов. На 150 интерактивных площадках представлены 9 эпох. Одна из реконструкций, как Пётр I Азов брал – начало истории. Петровская эпоха впервые представлена на фестивале. Это, конечно, просто захватывает, это заставляет остановиться, посмотреть и получить эстетическое удовольствие. И, конечно, площадки манёвров – это не только реконструкции, но также и тематические мастер-классы, различные ярмарки мастеров, фото, зоны. От Средневековья до Серебряного века словно путешествие во времени стало возможным. И такое зрелищное действие не может оказаться незамеченным. «Душёновские манёвры» – неоднократный победитель и обладатель гран-при различных конкурсов. В 2018-м фестиваль вновь занял первое место в финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. На этот раз номинации «Лучшее городское праздничное событие». И действительно, попав однажды сюда, кажется, будто страницы истории оживают. Надо сказать, что в конце года в Щёлковской художественной галерее прошла выставка, название которой говорит само за себя – «Связь времён». И, конечно, экспозицию посвятили юбилейному фестивалю. Прекрасное культурное мероприятие, которое позволяет нам в Щёлковском районе понимать, что мы идём в келеваторе с историей, мы идём в келеваторе с памятью о тех великих победах, о тех великих сражениях, о тех великих событиях, которые произошли в России. Всё это – работы мастеров, приезжавших на пленэр в разные годы. Примечательно то, что зарисовки представленных работ делались прямо во время фестиваля. По их результатам, впоследствии были созданы картины. Вот таким ярким, продуктивным и запоминающимся был 2018 год. И впереди у Щёлковского района большие планы. Какие из них реализуются уже в следующем году – смотрите на нашем канале. Мы непременно будем следить за главными событиями в Щёлковском районе. Ну а пока остаётся поздравить вас, наших зрителей, с новым 2019 годом. Пусть он принесёт вам только положительные перемены и позитивные эмоции. Оставайтесь на Щёлковском. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова